Добрый день, уважаемые товарищи. Сегодня в рамках ежегодной расширенной коллегии ФСБ мы по традиции подведём итоги работы ведомства за год, определим, на каких приоритетных направлениях следует сосредоточить работу в ближайшем будущем и в среднесрочной перспективе. Сразу отмечу, что в прошлом году сотрудники ФСБ эффективно решали поставленные задачи. Большая работа была проведена по линии антитеррора, в том числе в рамках обеспечения безопасности крупных общественных мероприятий. Ну и, конечно, прежде всего, хочу вас поблагодарить за организацию работы по Чемпионату мира по футболу. Знаю, что штаб фактически выделялся ФСБ, и работа прошла на самом высоком уровне с хорошим результатом. Обеспечены были также и избирательные кампании разных уровней, тоже очень большая работа. Хорошо понимаю, в каком напряжённом режиме строится ваша повседневная деятельность. Спрос очень высокий, учитывая характер внешних, да и внутренних вызовов, угроз безопасности, с которыми сталкивается Россия. Так сложной остаётся обстановка на Ближнем Востоке и в ряде других регионах мира. Почему об этом говорю? Потому что это отражается на нас, сохраняются здесь очаги насилия, нестабильности, и это всё служит базой для активности террористических группировок, в том числе, к сожалению, и на территории Российской Федерации. Отмечу и то, что вблизи российских границ продолжается расширение военной инфраструктуры НАТО. А решение Соединённых Штатов выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – прямой шаг к расшатыванию всей системы договорённости в сфере международной безопасности. Это, безусловно, меняет оперативную обстановку и, к сожалению, не в лучшую сторону. Поэтому жду от сотрудников Центрального аппарата, территориальных управлений и специальных подразделений ФСБ профессиональных и слаженных действий, готовности оперативно и результативно решать поставленные задачи. И, прежде всего, необходимо продолжать последовательную, жёсткую борьбу с террором. Отмечу, что число преступлений террористической направленности в последние годы снижается. Директор Наверка скажет об этом в своём выступлении. В целом за 10 лет этот показатель сократился многократно – с 997 до 9 в прошлом году. При этом, обращая внимание, остаётся высоким число предотвращённых терактов – порядка 20 в год. Такой уровень сохраняется последние три года. Но мы с вами знаем, насколько это чувствительно и важно. Каждый пропущенный удар многого стоит. О чём вообще всё это говорит? Когда я говорю о снижении объёмов террористических угроз, прежде всего, конечно, говорит о том, что даёт результаты ваша оперативная работа на опережение, на срыв планов террористических сетей и группировок. Но в то же время данные цифры говорят, что у террористов сохраняется потенциал для подготовки терактов. Причём, как показывает ситуация и у нас, и в других странах, за этими преступлениями могут стоять как организованные группировки, так и фанатики-одиночки, прошедшие идеологическую обработку. Нужно использовать новые формы и методы противодействия таким угрозам, активизировать превентивную работу по выявлению вербовщиков и сообщников террористов, перекрывать каналы поставки оружия, денег, пересекать пропагандистскую деятельность радикалов и экстремистов в сети интернет. Руководство Национального антитеррористического комитета должно держать эти вопросы под постоянным контролем. И, конечно, необходимо развивать взаимодействие, координировать усилия с зарубежными коллегами, прежде всего, разумеется, с партнёрами по ОДКБ и ШОС, с коллегами из других стран. И в этой связи хочу ещё раз вновь подчеркнуть, как бы ни складывались наши текущие отношения с теми или другими странами, Россия всегда будет открыта для самой тесной и доверительной работы в борьбе с международным терроризмом. С этим общим вызовом всему человечеству. Далее. Результативно и наступательно действовали в прошлом году органы контрразведки. Благодаря успешным спецоперациям была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении. Всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера. Тем надёжнее должна быть ваша работа. Ну и, конечно, как и в прежнее время, а сейчас, может быть, ещё и больше, стараются влиять на соответствующие процессы в нашей стране. Поэтому работа должна быть эффективной, ежедневной и строиться на современных методах работы. Особенно это касается защиты данных о разработках, испытаниях и производстве российских перспективных систем вооружения, а также о передовых технологиях военного и двойного назначения. Контроль здесь должен быть самым строгим и тщательным. Но, разумеется, уважаемые коллеги, хочу подчеркнуть и обратную сторону этой медали. При этом, как сейчас говорят, этот контроль должен быть умным. Искусственных препятствий, барьеров для использования мощного задела, созданного в оборонной сфере, в интересах гражданских отраслей, решения, задач, развития, искусственных барьеров создавать не нужно. Не нужно повторить ошибок прошлого, когда многие перспективные разработки годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности. Вообще нужно к этому гибко подходить, внимательно смотреть на реальные вещи, а не на формальные. Уважаемые коллеги, среди ключевых направлений вашей работы – обеспечение экономической безопасности и борьба с коррупцией. В сфере противодействия коррупции органами безопасности возбуждено 405 уголовных дел. По материалам ФСБ, другими правоохранительными органами возбуждено около 7 тысяч дел. Необходимо активно выявлять преступные схемы, наносящие ущерб государству и бизнесу. Пресекать злоупотребления на финансовых рынках, которые негативно влияют на всю экономику нашей страны. При этом нужно оперативно реагировать и на нарушение прав предпринимателей со стороны отдельных представителей правоохранительных органов, контрольных, надзорных органов. Об этом предметно говорил, как вы наверняка знаете, и в послании Федеральному собранию, и на недавние коллегии МВД. Рассчитываю, что и вы в рамках своих полномочий внесёте вклад в решение важнейшей задачи в обеспечении законных прав и интересов и предпринимателей, да и вообще всех граждан России. Жду от вас и более активных действий по борьбе с коррупцией. Масштабные ресурсы, которые страна выделяет на цели развития, а также на реализацию гособоронзаказа, должны быть защищены. Прошу координировать эту работу со специалистами счётной палаты, Росфинмониторинга и других ведомств. Далее важно повысить безопасность национальных информационных ресурсов и, прежде всего, оперативно ликвидировать кибератаки на соответствующие системы органов власти, госкорпораций, операторов связи и крупных компаний. Обеспечить бесперебойную работу конфиденциальной связи. Отмечу, что за последние три года участились случаи скоординированных кибератак, то есть состоящих из нескольких связанных между собой акций. Если в 2014-2015 годах таких атак ежегодно фиксировалось немногим более полутора тысяч, что тоже немало, но в 2016 году уже 12 тысяч, в 2017 порядка 12,5 тысяч, а в прошлом 17 тысяч. По сути, это хорошо спланированные масштабные операции, способные нанести серьёзный урон национальным интересам нашей страны. Мы должны быть готовы к тому, что такое кибернаступление против России будет продолжаться, а угрозы, связанные с ним, нарастать. В этой связи важно своевременно принимать дополнительные меры по защите критической информационной инфраструктуры, развивать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Серьёзные задачи стоят перед пограничной службой ФСБ. За последние годы, благодаря реализации программы «Государственная граница» – она у нас действует до 2021 года – введены в эксплуатацию 14 новых пограничных комплексов, включающих 80 инженерных сооружений, пунктов пропуска и объектов береговой охраны. Надо и дальше модернизировать инфраструктуру пограничных участков, наращивать темпы их переоснащения современной техникой. Уважаемые коллеги, уверен, что сотрудники ФСБ будут и впредь чётко, профессионально решать поставленные задачи, надёжно стоять на страже национальных интересов нашей страны, оказывать помощь и поддержку нашим гражданам в обеспечении безопасности, законных прав и свобод. Вот. Хочу вас ещё раз поблагодарить за работу в прошлом году и пожелать вам успехов. Благодарю вас за внимание.